Не могу говорить. Постоянно спрашивают каждый вечер, а не переберется ли к нам папа, не пролезет ли он. Не пролезет ли он к нам через трубу на крыше. Несколько дней я не знала о том, куда он увез моего сына, что с ним происходит. Меня зовут Литвинова Елена Владимировна, и я попала в сложную жизненную ситуацию, о которой хотела бы рассказать. Я столкнулась с преследованием моего бывшего мужа. В апреле 1922 года я с ним развелась. Развелась по причине того, что у него очень сложный и жестокий характер. Крайняя точка была в январе этого года, когда он три дня меня избивал. Унижал, душил, приводил в сознание. Не хотелось бы вспоминать всё это. Он приводил меня в сознание и снова продолжал издевательства свои. На третий день он запер меня дома, забрал ключи, забрал телефон. Благо я успела позвонить родственнице, и она вызвала полицию. С полицией меня вызвали после 20-30 минут переговоров с ним. Он открыл дверь, меня вызвали оттуда. И с двумя детьми младшими, старшие были в садике. Я уехала из дома писать заявление в полицию. Когда я повернулась домой, он поменял в моей квартире замок. Мне пришлось снять квартиру. И вот полтора месяца с четырьмя детьми мы проживали на съёмной квартире. На него завели уголовное дело по статье 119 «Угроза убийства». Ну, понимая, видимо, что ему грозит ответственность, он стал предпринимать активные меры. Он стал просить прощения, умолять ради детей, сойтись обратно. Акцент делал на то, что дети пострадают, потому что если у отца будет уголовная статья, то потом они не смогут стать судьями или вдруг хотят в органы работать, пойти. Звонили его родственники, просили тут же всё уладить. Но его уговора я поддалась. Я написала заявление о примирении, а уголовное дело сняли. Мы с ним договорились, что он будет успокаиваться, лечиться. В общем, меня не тронет, и ради детей жили вместе. Какое-то время он, да, успокоился. Но вот в июле летом случился скандал, и в ходе которого он стал собирать вещи, сказал, что заберёт всех детей в Москву, едет у него там жильё. Я не разрешила, старшие дети не согласились с ним ехать, потому что они его боятся уже. И он решил взять, дреть его по счёту, трёхлетнего льва, сына. Он его силой забирал, я его не отдавала, он выкручивал ему ноги, руки. Я сына закрыла в комнате, чтобы он его не забрал. Он взял отвёртку, пошёл на меня с угрозами, что сейчас я тебя убью, говорит, отойди от двери. В этот момент я находилась с младшей дочерью на руках, ей два года. И он нас толкнул, толкнул. Мы улетели в другой конец коридора, упали на пол, дочь утарилась головой. Позже у неё вечером открылась рвота и диагностировали сотрясение мозга. Сына он всё-таки забрал, я бежала за ним в подъезде, он в подъезде меня бил. Вот одной рукой держала ребёнка, другой рукой меня бил. И когда он сел в машину вместе с ребёнком, я стояла рядом, он стал ехать на меня. То есть он меня стал давить машиной, и если бы я не схватилась за капот, потому что у меня уже ноги подворачивались в машину, я схватилась за капот, он меня провёз ещё несколько дворов на этой машине. Видели всё дети. Эта вся ситуация, это вот после развода произошло. Всю эту ситуацию видели дети. Сейчас у детей такая травма, у них тик. У младшего сына, у старшего сына, которые прям вот видели всю эту ситуацию с машиной, постоянно спрашивают каждый вечер, а не переберётся ли к нам папа, не пролезет ли он. Не пролезет ли он к нам через трубу на крыше. Через неделю он вернул мне сына обратно, и потом начался целый террор в отношении меня и детей. Он отключал электричество, он колол колёса на машине, он исписывал машину разными фразами неприятными, дверь квартиры исписывал через день, подавал коллективные жалобы на меня, чтобы не отключали коммунальные, управляющая организация отключала электричество, воду, свет, газ. Писал на даче, на заборах краской. То есть каждодневные какие-то были происшествия. Вы как-то реагировали, куда-то подавались? Сейчас ещё скажу, что он написывает на меня во все инстанции города Волжского, в опеку, в прокуратуру, в полицию, в инспекцию по делам несовершеннолетних. Вот он хочет, чтобы у меня детей забрали. Рассказывает, что я плохая мать, что я детей бросаю, что они у меня голодные, раздеты, что их оставляю надолго, бросаю маленьких. Как-то моя мама осталась со своими внуками дома, я пошла в суд. Он вызвал МЧС, сообщил о том, что там наркоманка мать оставила детей одних, и там они находятся в какой-то плачевной ситуации, кричат, плачут, дети маленькие. Приехали со службы 112, двое здоровых ребят с женщиной, и сломами стали вскрывать дверь. Благо, мои соседи случайно проходили мимо и воспрепятствовали им. Сказали, что там многодетная мама живет, и сейчас дети находятся с бабушкой. Он чувствует свою безнаказанность, потому что на все мои заявления, у меня их 18 штук. За полтора года до развода он угрожал мне, что если мы с ним будем расходиться, то он камня на камне не оставит. У меня сгорит дача, квартира, машина. Я попаду в психушку, дети в детдом. И вот сейчас он начал притворять эти все свои обещания в жизнь. Я от полиции не получаю никакой помощи. Ни в отношении детей, ни в отношении своих побоев. Инспекция по делам несовершеннолетних не усмотрела... Инспекция по делам несовершеннолетних не усмотрела в том, что у ребенка сотрясение мозга ничего криминального. Как-то один раз дошел до дома, и я не могла попасть домой. Я придумала дойти до отдела полиции. Придя в отдел полиции... Я увидела, что надо мной все смеются. То есть я боюсь, что он проникнет, опять изобьет меня, напугает детей. От полиции я получаю только насмешки. Что мне делать, я не знаю. Как на него защититься? Вот мне, матери, многодетность с четырьмя детьми, я не представляю, если мне не помогает никто. Я хочу обратиться к начальнику полиции города Волжского и к председателю Следственного комитета России Бастрыкину, чтобы мне оказали помощь и помогли разобраться в этой ситуации. Потому что, как мне дальше действовать, я не знаю. Я боюсь за себя, за своих детей. Продолжение следует...